всем привет блендер 2 91 давайте продолжим рассматривать что может этот персонаж какие у него движения и в этом ролике давайте рассмотрим бег ходьбу я уже показывал вот интересно как этот персонаж будет бежать итак включаем кель кости я сделал здесь именно блокинг вот базовые вот эти вот кадры давайте их теперь рассмотрим я выложу в конце ролика именно по кадровке вот этот первый кадр пятый десятый пятнадцатый и конечный тоже вот считает а первый заходим посмотрим тройка на нампаде выключаем видимость костей и смотрим какие у него здесь именно позы первая поза у него вот так выглядит единственном поди вы видите что тут нужно подправлять я вам покажу уже готовые вот эти покадровки тоже итак первый кадр выглядит вот стоит на одной ноге одна нога задрана это вот как и при ходьбе только здесь вот более такая динамика вперед движение и перья согнуты именно в кулак включаем кости семерка на нампаде и тут суть вопроса в чем выбираем позвоночную кость дальше единица нампаде и весь напряг должен идти вот на эту ногу которая стоит я уже это тоже во многих роликах показал но закрепляем выбираем через shift вот эти вот крылья и g уводим персонажа чуть-чуть на эту ногу семерка на нампаде что еще можно сделать развернуть персонажа чуть-чуть в эту сторону в левую единица нампаде и какой еще можно сделать финт это значит р чуть-чуть его вот так наклонить одновременно вот когда вы наклоняете нужно сразу же и и выравнивать потому что у птиц вот если вы возьмете голубя там или допустим петуха или я не знаю курицу там я не знаю еще какие то есть вплоть до страуса вы его когда берете в руки и когда вы начинаете вывертеть влево-право крутить у него голова находится на одном месте вот у них такая штукенция есть и сохраняем вот эту позу а и локрот также заменяем раз мы изменили первый кадр нам нужно заменить последний кадр его значит дэвид и фрейм и первый кадр shift д переводим на 17 кадр у меня здесь 17 кадров и здесь выставлено вот первый это старт первый кадр и конец это 17 так теперь что у нас получается пятый кадр вот как он установлен смотрим выключаем опять же кости тройка на нампаде вы видите что ноги именно находятся как сказать это растянутые и значит персонаж должен быть опущен чуть чуть вниз вот это вот как сказать если ноги вместе вот в таком духе то персонаж должен быть поднят к верху это будет его верхняя точка тройка на нампаде поднимаем чуть-чуть вверх и вот получается такая штукенция а локрот и теперь он бежит вот у него такой бег опускается и поднимается на верхней точке к верху вот на вот этих вот кадрах где ноги приближены друг другу так тут у него пошел опуск и нужно вот эти вот косяки еще просматривать в каком плане что вот вы видите что я слишком опустил далеко вот этот именно как крыло кулак нужно переписать это значит а и локрот смотрим на пятнадцатом кадре что у нас происходит он а также опирается на вот эту ногу 15 кадр у нас именно так с каким с первым схож вот 15 только нога у него выше и он уходит на первый кадр вот переход такой вот такая штука это идет уже опуск так что еще ну пятый кадр на эту ногу идет напряг тройка на нампаде вот это у нас получается пятый кадр седьмой кадр так пятый кадр вот в таком духе он перекручен перекручен и перекручен как бы наискось вот такая штукенцевая так нога именно от ноги как они установлены вы видите что ноги ближе к центру сюда идут вот как бы он не бежал вот на этом кадре виднее будет десятый вы видите что ногу он ставит на одну линию вот таким вот образом так короче как смог объяснил покадрово выложу и что еще делается прописываются вот эти вот все кадры когда вы все это дело подровняете поправите где-то вот так тройка на нападе вы видите что нога чуть чуть ниже находится ее можно чуть-чуть приподнять вот эти вот все нюансы а и лок-рот нужно как бы соблюдать а здесь нога не доходит до низа значит что ногу мы немножко или всего персонажа немножко опустим а и лок-рот чтобы он потом не трясся так здесь вроде нормально здесь нормально смотрим теперь по кадру вот шестой кадр можно помотать и чтобы все кадры были видны и вот смотрите что происходит увидите что одна нога вот на втором кадре она опущена ниже пола что нужно сделать это нужно выбрать вот эти все наши типа как пальцы тройка на нампаде и просто все это дело подсогнуть вот так также можно ногу немножко приподнять и немножко вот это все дело r еще подкрутить как бы вниз вот так а и лок-рот потому что когда он будет бежать если у вас какая-то . вот лапа ниже ушла или тело как-то перекрутилась не так то будет уже дергание будет уже какие-то нехорошие вещи происходить так свой восьмой кадр седьмой включаем опять же уровень вот это вот пола так здесь все нормально чтобы он мягче бежал можно вот эти вот на кадрах вот четвертом да чуть-чуть перекрутить этот ступню эту ногу чтобы она потом мягко вперед уходила а и лок-рот так что тут еще есть какой еще можно финт сделать да допустим вот у нас пятый шестой и седьмой кадр мы можем а и лок-рот прописать седьмой кадр и сделать выбрав его shift d и поставить его допустим к шестому кадру смотрите теперь как будет все это дело происходить вы видите более-менее мягкий бег здесь что мы можем сделать третий и второй если мы второй удалим кадр дэвидкий фрейм а третий shift d подставим на второй вот получается вот такой задержка такой вот бег более долгая вот это ну как переход вот этот и вы успеваете его так я понимаю что заметить что вот типа вот как ноги ходят что еще можно сделать значит восьмой прописываем и лок-рот а вот здесь уже на девятом косяк и вы можете конечно его ну смысле не косяк ну вот такая штукенция вот со стороны это плохо смотрится вот так если да ну мы можем просто что сделать это восьмой кадр сделать shift d и перегнать его на девятый вот ноги работают нормально адекватно теперь что десятый смотрим 12 и 11 вы видите что 12 и 11 в принципе мало различаются единство что от рука только движется и тело чуть-чуть приподнимается можно или 11 скопировать на 12 давайте попробуем сначала 12 удалить и попробуем прописать а и лок-рот одиннадцатый кадр и скопировать его shift d на 12 вот нормально он бежит у нас получается уже и крыло вроде вот мягко работает да если мы сейчас возьмем и передвинем вот эти вот кадры допустим g ну поставим 13 14 вы видите уже у нас задержка уже это нехорошо так что делит кейфрейм прописываем возможно даже 13 кадр а и лок-рот у меня кости просто здесь выделены я не ну как не отключал мне переключался на одну кость допустим поэтому можно выключить вот эту видимость костей просто прописывать кадры теперь shift d и перетащим на двенадцатый вот вообще другой бег уже лучше и лучше становится вы видите так здесь что еще можно сделать вот 17 у нас кадр вот так это у нас получается тройка на нападе вот такая поза у нас у первого и 17 кадра вот видите они она однообразно чтобы сделать нормальный переход вот здесь 16 и 17 вы видите что небольшая разница так что можно взять прописать прописать и окрут 16 а 17 удалить делить кейфрейм и 16 скопировать на семнадцатый shift d и вот у нас получается теперь этот переход на первый кадр более мягче становится нету ни рывков ничего такого так вот так это все со стороны со спины выглядит семерка на нампаде это вот вид сверху еще конечно можно добавить движение вот этой задницы вообще будет бомба ну и прописан 14 кадр опять же все проверяем смотрим как он выглядит чтобы сделать мягче бег перекручиваем эту ступню и ну и можно еще допустим ногу подкорректировать а и локрот отключаем смотрим в нормально так товарищ бежит теперь что здесь можно сделать добавить движение вот вот этих перьев немножко добавить движение головы где-то можно даже рот приоткрыть ему на каком-то кадре на верхнем там допустим на десятом давайте попробуем так английская р открываем рот на десятом кадре ну и на десятом давайте р задницу немножко вот так вот опустим а и локрот видите уже хвост начал дергаться чтобы он мягче дергался нужно удалить теперь вот эти кадры все до 15 потому что мы 10 переписали и до 15 нужно их подкорректировать вот теперь чтобы мягче хвост так вот действовал мы можем выбрать допустим тринадцатый кадр прописать его и локрот и скопировать его шифт д ну допустим на 12 вот вы видите что хвост уже мягче стал но его еще нужно прописать наверное до десятого кадра это значит на пятом кадре мы опускаем хвост на вытянутых вот этих клапах мы его тоже немножко опускаем а и локрот удаляем теперь значит до десятого кадра вот эти все кадры и смотрим как он будет двигаться вот вы видите что теперь мягко хвост двигается без рюктов мы перепрописываем вот эти кадры и локрот восьмой шифт д ставим на девятый и прописываем шестой и локрот и копируем его шифт д на седьмой и вот у нас уже движение хвостом идет если ставить косточки в перья вообще можно разбивочку сделать вот у нас рот он дышит видите на десятом кадре он воздух набирает вот уже у него динамика такая пошла так попробуем единственном паде добавить давайте на десятом кадре что можно добавить если он так десятый кадр это верхняя точка значит что можно сделать опустить вот эту вот голову чуть чуть вперед вот так а и локрот и вот сейчас смотрим что получится видите опять пошел рывок значит что нам нужно сделать нам нужно переход сделать мягкий это уже начинать допустим ну с какого кадра так давайте 5 остается вот десятый кадр значит перепишем восьмой на восьмом чуть чуть ее наклоним голову вот так чуть чуть а и локрот и смотрим что получится вот рывки еще присутствуют значит нужно переписать девятый кадр просто восьмой уже переписанный и пишем или давайте shift d копируем восьмой просто вот здесь уже мягче но теперь после десятого на двенадцатом на двенадцатый или тринадцатый переписывать давайте тринадцатый переписываем и тринадцатый будем переписывать так а на тринадцатом что он должен сделать если он на восьмом голова опускается на десятом она опускается в принципе все резко, конечно, это всё. Ну, давайте попробуем и 13-й удалить. Значит, на 13-м, не, на 12-м мы голову немножко уже возвращаем. А, и локров. И смотрим, вот. Здесь на 10-м слишком сильно я, наверное, опустил голову. Давайте чуть-чуть её опустим. А, и локров. Во! Вот теперь уже нормальная движуха, голова работает, и хвост работает, и ноги. Уже он так вот бодренько бежит. Так, 12-й шифт на 13-й. Так, попробуем 10-й шифт переписать на 11-й. Ну, вот. Вот так уже мягче всё. Приходится дублировать вот эти, убирать кадры, которые, ну, как сказать, небольшое такое расстояние, допустим, движения делают, и вот от них получается много дёрганий. Так, ну и теперь, что получится? 14-й. Смотрим. Тройка на нампаде. 14-й вроде нормально. Пишем. А, и локрот. Также, что ещё, какие косяки вылазят. Вот давайте на примере крыла посмотрим. Если мы выберем крыло, сверху вот посмотрим на него, то семёрка на нампаде, его бы хорошо, конечно, вот чуть-чуть отвести, чтобы она вот расслаблена была. Вот так. С этим крылом, что-то, а, так, вот здесь ещё переписываем А и локрот. Всё это дело, опять же, нужно на ключевых кадрах сделать. Вот здесь на десятом что можно сделать? Перекрутить вот эту, вот это крыло и чтобы оно стало ну вот как бы вот в такую позу. И немножко его, возможно, как-то поводить, посмотреть, где он тянет. Вот здесь он начинает уже подгонять. Значит, нужно его чуть-чуть вперёд вот так вот вытянуть и как бы вот так вот подтянуть. Но здесь уже плохой вид получается. Значит, его на чуть-чуть подальше, чтобы было видно грудь. А, и локрот. Вот такие дела. Вот опять у нас пошло дёрганье. Почему? Потому что мы изменили десятый и четырнадцатый кадр. Нам нужно опять двенадцатый удалить, поэтому сразу выставляйте как надо первый, пятый, десятый, пятнадцатый кадр или вот так вот потихоньку корректируйте их. Допустим, что-то увидели, вот здесь у нас на десятом исправлена рука и одиннадцатую надо удалить. И вот эти вот даже четырнадцатые можно удалить, чтобы от десятого до пятнадцатого у нас было чистое поле. И десятый кадр диктовал уже анимацию. Вот так вот. на двенадцатом мы можем еще немножко R руку перекрутить, но не двигаем ее. Почему? Потому что начнется потом сбой, тряска. Здесь можно ключицу R немножко приподнять, а и локрут и двенадцатый копируем Shift D на тринадцатый. Пошла дергание. Потому что теперь тут нужно менять. Поэтому вот эти базовые блокинги нужно сразу правильно выставлять и потом уже чтобы не было таких больших переделов между вот этими кадрами. так теперь вот это уже как бы вроде конечный вариант. Давайте сделаю выберу вот этого персонажа и сделаю ему шейдер smooth чтобы крылья сгладились не было вот этих полигонов видно. единица в нампаде вот такой у него внешний вид и вот такая у него анимация. так теперь смотрим покадровки кому интересно и в следующих роликах попробую другую походку сделать или еще что-нибудь этакое надыбать и применить вот к этому персонажу. Все всем пока до свидания. Субтитры Субтитры подогнал «Симон»